Добрый день, дорогие друзья! Сегодня необычная тема шизоид и шизофрении. То есть речь пойдет о акцентуации. Когда, в общем, как вообще определить эту акцентуацию и где какую-то хоть и грань поставить между тем, когда у нас начинается акцентуация в шизофрении и когда это просто шизоидность. Смотрите, акцентуация в шизофрении это все-таки, ну вообще вопрос акцентуации это вопрос такого градиента. Представили на фотошопе сейчас или в каких-то редакторах очень часто появляется градиент цвета. То есть почему именно сравнивать с цветовым градиентом акцентуацию личности? Дело в том, что здесь нет каких-то четких параметров, четких критериев. То есть если, допустим, я говорю о том, что, ну, к примеру, там у человека там завышен инсулин, к примеру, да, или еще что-то, я могу это померить. Но если у шизоида, к примеру, нет, ну, акцентуации ли она есть, я не могу, во-первых, это никак доказать и измерить. Ну ладно, это все лирика. По факту, смотрите, когда мы говорим о акцентуации и уже о том, когда происходит вот патологическое состояние, вот эти три критерия норма, акцент, патология, все, что переходит в патологию, психиатрия, это именно психиатрия занимается уже нарушениями психики человека. Это, ну, первое, чем характеризует, это, ну, для себя и для общества человек становится опасен. То есть мы уже решаем, что его, допустим, нужно закрыть, да. И вот что такое акцентуация? Ну, человек уже чем-то начинает внедряться в общество и создавать, ну, дискомфорт этому обществу. Или себе, да, наносить какую-то, нести какую-то косвенную опрятность, опасность, опрятность. Опрятность, вот что я хотел сказать. Смотрите, у шизоида не опрятность, да, характеристика основная. Как будет акцентуация это выглядеть? Он уже не ноется столько, что у него появилась какая-то сыпь. Он не умрет от этой сыпи, но сыпь начинает покрывать его тело. Вот у нас уже идут прыщи, он продолжает не мыться. Шизоид замкнутый сам по себе, но в норме у него не нарушено общение. Вот в случае жизни сейчас вам расскажу. То есть он ходит на работу, и все нормально. Человек с акцентуацией может заиграться в компьютер в реальный случай жизни. Вот он заигрался в компьютер, и только через три дня мы уже начали беспокоиться, что произошло, что-то на работе он не появляется там, вот. Благо еще работают, ну, как правило, они стараются находить такую работу, соответствовало, что можно так часто не появляться. Мы приходим к нему домой, говорим, дорогой, что случилось? Он говорит, ну вот я, компьютер у меня новый появился, я заигрался. Вот. И реально это для них становится проблемой. То есть они вот такие замкнутые, вот это домоседство, оно превращается в сильную акцентуацию. И, соответственно, вот эта акцентуация, когда уже это домоседство превратится в проблему, и он не будет, могут начать голодать, может отсутствовать аппетит у них. И если вот это вот голодание уже в анорексию перешло, то мы им говорим о том, что действительно у нас проблемки начались, и это патология. А вот если он просто раз в день ест, ну, это говорит, и не выходит из дома, и не моется, но это уже говорит о некой акцентуации. То есть это вот нечто среднее состояние между тем, что нормой, да, когда он все делает и моется, и ходит на работу, и так далее, но делает это просто неаккуратно и как-то странно. И о том, когда он уже перестает делать какие-то банальные вещи, и может сломать в итоге себе жизнь и жизнь другим, если это перейдет в патологию. Ну, в основном, конечно, шизоиды, как правило, ломают жизнь себе, но только, опять же, повторюсь, в патологических или акцентуированных состояниях. С вами был Medical Fitness. Спасибо вам огромное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.